Друзья, приветствую на ютубе 24 канала. Меня зовут Анастасия Норицына и сегодня у нас в гостях Мария Максакова, оперная певица, экс-депутат Госдумы РФ. Мария, здравствуйте, рада вас видеть. Рада вас видеть, Анастасия, здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию. Настолько мне известно, вы сейчас как раз пребываете за границей, а у нас с вами как раз и тема будет подходящая о том, где сейчас проживают дети элит кремлёвских. Но я хотела бы начать немножечко с другого, почему я вообще решила взяться за эту тему, потому что на днях прочитала очень интересный материал о том, что семья производителя российских дронов Ланцет, которые сейчас очень сильно мешают нашим воинам на фронте, и его семья этого Александра Захарова живёт за границей. Но кроме того, у него в Лондоне есть в центре Лондона недвижимость почти за 2 миллиона долларов, а сын Лаврентий окончил британскую школу, учился в университетском колледже Лондона, в Лондонской школе экономики. Но самое интересное, что сейчас он работает в Институте ООН по исследованию проблем разоружения в Швейцарской Женеве. Я даже сейчас покажу это фото, но и вот когда я читала этот материал, я задалась вопросом, а как же загнивающий Запад? И полезла в интернет, начала искать, гуглить, и оказывается, что у многих депутатов, чиновников, пропагандистов, их дети живут, жили на Западе, учились, ну и продолжают некоторые жить в Европе и в Америке. Анастасия, действительно, непочатый край работы еще нам предстоит в этом направлении. Но я вам хочу сказать следующее. Конечно же, Европа неоднородна в своем, к сожалению, пока еще, ну как вам сказать, отношении и порицании таком тотальном. Знаете, вот если бы они взялись бы вот сразу еще в феврале 2022 года и ультимативно вычистили поганой метлой просто всех этих запутинцев, то, разумеется, внутри элит было бы гораздо больше поводов для недовольства, раскола, ну и, естественно, это бы способствовало все-таки демонтажу, скажем так, путинской вертикали. Теперь, я бы хотела вам рассказать, что я сейчас нахожусь в Латвии на фестивале «Рандеву» у Лаймы Вайкли. Божественная Лайма делает огромный вклад, вносит в понимание вот у всех, не только в Латвии или в странах Балтии, или даже в странах постсоветского пространства, но и во всем мире, как важно помогать Украине добывать победу. Она неустанно, почти каждый день об этом говорит. Фестиваль фактически организован в интересах Украины. Подавляющее большинство исполнителей из Украины. Деньги вырученные переводятся в Украину. Раскуплены билеты до посмель, до еды. Вообще просто люди не только сидят полностью, зал весь, но и те, кто могут так, знаете, там, ну, зал на открытом, открытое пространство, и там еще вот люди, которые просто толпятся, чтобы что-то услышать и увидеть. Значит, кроме этого, я считаю, что вот вся, ну, и рекламная деятельность, и вообще вся направленность фестиваля – действительно мощнейшая поддержка Украины, за что, конечно, я благодарю божественную Лайму. И мы тоже. Потрясающее благородство, спасибо, невероятные харизмы, красоты и обаяния. Она вчера тоже блистала на сцене вместе с участниками. На финальном номере сегодня будет уже ее концерт, ее вечер, на который я тоже скоро собираюсь пойти. И вот вчера я, так сказать, знаете, за весь этот период вот оказалась за пределами Украины. То есть я уже, получается, осенью 2021 года никуда не ездила, а когда уже произошло полномасштабное отхожение в феврале 2022 года, вы знаете, я не могла с собой ничего сделать. У меня было такое ощущение, как родственник, который заболел, и мне нужно ему помочь всем, чем я могу. Конечно, у меня были какие-то предложения еще куда-то съездить, даже просто заработать, или, как они говорили, мы в конце концов будем тоже переводить часть средств в пользу Украины и так далее. Но, понимаете, я поняла, что для меня важнее даже в конце концов где-то наступить на горло собственной песне, я имею в виду своему оперному творчеству, и переквалифицироваться в ютубера, в блогера, потому что я поняла, что мои знания могут быть полезны. Я очень вам благодарна за то, что вы приглашаете меня на канал, и я могу какую-то полезную информацию дать, и я чувствую себя все-таки единым информационным фронтом, и это честь для меня стоять с вами плечом к плечу. Спасибо за эту возможность. Но в данном случае, когда меня позвала блистательная лайма, то я поняла, что это тот случай, когда обязательно нужно принять ее приглашение. Такой огромной поддержки, какую она оказывает Украине, мне кажется, в таком масштабе, как она это делает, таких мероприятий давно не было. Звезды первой величины все приехали. Я была очень рада пообщаться с моими коллегами украинскими, с Анной Буткевич, с Олей Поляковой и с многими другими, Мацбарских, ну и все такие вот известные очень, и мною очень любимые исполнители. Поэтому вчера, конечно, был мощный такой, вы понимаете, эмоциональный подъем. Зал вскандировал славу Украине и героям слава. Все понимали прекрасно, что Украине нужно еще больше вооружения. Благодарили страны Балтии за поддержку в том числе, потому что многие наши вынужденные переселенцы, к сожалению, вынужденные переселенцы, но нашли кровь над головой именно в странах Балтии. Кроме того, страны Балтии, конечно, предоставили по сравнению с своим общим военным потенциалом очень значительную часть Украины. И, конечно, если бы такие большие, так сказать, дегимоны сегодняшние, такие, как, может быть, Соединенные Штаты Америки, или где-то можно такое уже еще с призывом по отношению к Германии вот так выступить, если бы они поступили так же, как страны Балтии, то, разумеется, вооружения было бы у Украины гораздо больше, и вполне возможно, что этого вооружения было бы достаточно, чтобы добыть победу еще раньше. И так, зная героичность, героизм, высокую мотивацию и профессионализм украинских воинов, все до единого призывали помочь Украине всем, чем нужно, и, разумеется, в том числе и вооружением. И вот я вам хотела сказать следующее. Вот это незабываемая атмосфера фестиваля, тотальная поддержка, и вот действительно подъем какой-то такой, знаете, пробирающий до слез, к сожалению, все еще сочетается. В том числе в Латвии, как бы, вот, знаете, по соседству находятся вот эти рудименты, как он сказал, российские недвижимости, так бы я сказала, зарубежные, которые по-прежнему, что-то, кстати, уже арестовано, но по-прежнему не конфисковано, как, например, квартира Олега Газманова. То же самое можно сказать про еще одного большого почитателя и любителя Путина, Владимира Винокура. Также апартаменты троянской лошади и крестницы Путина Ксении Собчак. Отдельно хочу остановиться на братьях Сурсенко. Мало почему-то к ним, вот, знаете, внимание, хотя при этом один из них не просто членка оператива «Озеро», а он был даже его, так сказать, главой вот этой озерной латифундии. Вот это вот название, оно такое же притчевоязыцах, этот кооператив «Озеро», вот у них был тогда, так сказать, формальный глава этого всего. Это вот один из этих братьев. Значит, что такое эти два брата? Один из них Андрей, это бывший министр, по-моему, науки, в общем, и высшей школы, кажется, ну, или образование, в общем, как-то так. А второй, вот этот Сергей, он возглавлял Российский футбольный союз и там занимался чёрти какой деятельностью для того, чтобы, в конце концов, FIFA или UEFA поддерживали сомнительную уже тогда, очень сомнительную и, в общем-то, негодную для этого кандидатуру Российской Федерации для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ну, далее он сел на нефтяные потоки уже и ныне вот находится в газ-кромнефти, конечно, продолжая свои эти коррупционные схемы. Но, видите, к сожалению, вот всё ещё дом этих братьев Фурсенков всё ещё по-прежнему находится в Латвии. И вот я очень надеюсь, что, в конце концов, власти Латвии присмотрятся в том числе к этим объектам недвижимости. То же самое хотелось бы сказать о Наталье Тимаковой. Это такая пресс-секретутка Алка Карлика Медведева, причём она была его пресс-секретуткой и в пору, когда тот грел путинский трон, и потом, когда уже был премьер-министром. Значит, вот она, жена такого Будберга, и вот у них до сих пор роскошный дом в Латвии. И как-то это никого не интересует. И несмотря это на то, что она работает в ВЭБе у так называемого ненастоящего Игоря Ивановича. Потому что, как известно, самый настоящий, самый страшный, самый такой монстрообразный Игорь Иванович это Сечин. А вот такое его слабое подобие это Шувалов. Шувалов знаменит тем, что он вывозил на своём личном самолёте собак редкой породы своей жены на какие-то конкурсы и смотры собачьих причесок. Вот эти корги, по-моему, побывали со всем комфортом на этих самых иностранных соревнованиях. Затрудняюсь сказать, что они заняли, но предполагаю, что с таким комфортом прибывшие собаки возможно в своей пасти и для судей этих самых соревнований тоже везли какие-то особые подношения. В общем, это самое Тимакова работает сейчас в ВЭБе у этого Шувалова, который не настоящий Игорь Иванович. И я бы хотела подчеркнуть, что ВЭБ это тот самый внешнеэкономбанк, который постоянно финансирует вот эту так называемую оборонную отрасль. Но это только можно наверное сейчас уже учитывая, что мы говорим о террористическом консорциуме под названием Российская Федерация, то в принципе это можно только с сарказмом произносить. Но тем не менее этот банк финансирует вот уже, скажем, откровенно просто преступную деятельность не только комплекса этого российского по террору, но еще и разные инфраструктурные объекты Ротенбергов и Тимченко. То есть при этом подчеркну, что к Тимаковой как-то еще пока не пересмотрелись и ее недвижимость вот почему-то никого не заинтересовала на сих пор. Также примечательным является то, что застройщик один из таких знаете, был он прямо так вот ну мощных что ли застройщиков элитной недвижимости в Латвии это сын непосредственно Ковальчука возвращаясь к кооперативу озера. Вот Ковальчук это такой серый кардинал кремлевский они дружат с Путиным потому что вот сошлись в интересах еще в тот период когда Путин носил за Собчуком чемоданы вот теперь он чемоданы теперь уже за ним носят чемоданы сельско-кейным содержанием а вот тогда Путин носил чемоданы за Собчуком но находясь в этом Смольном с другой из другого хода в этом же самом Смольном находился исполком КПСС вот еще из коммунистической партии со всем этим медвежим то есть со всем имуществом которое принадлежало вот этой коммунистической партии так называют золото партии вот это вот и легло в основу банка России когда Путин сдружился с Ковальчуком и соответственно тот переволок вот эту самую значит вот это имущество вот эти деньги там или что вот в качестве начала банка России соответственно сын этого Ковальчука представьте себе был довольно долго вот таким застройщиком одним из ключевых может быть даже этого элитного вот элитной недвижимости и сейчас естественно он переписал на кого-то вот всякие там компании но при этом из таких сказать слухов что ли или сплетен можно судить о том что эти номинальные нынешние владельцы поддерживают самые что ни на есть тесные связи с этим самым сыном Ковальчука по сей день ну и предполагающий самим Ковальчуком значит тут еще бы хотелось сказать что ставленник Ковальчука у него много ставленников естественно о некоторых мы из них говорили такой основной и может быть самый такой злокачественный что ли этот Кириенко но есть и чуть помельче труба пониже дым пожиже вот хотел бы вам сказать про губернатора Ленобласти Дрозденко который значит прославился тем что формировал какие-то немыслимые совершенно то есть сарказм или в кавычках назвать этих преступников головорезов какие-то полки добровольцев но вы понимаете это не помешало этому Дрозденко этот месье выдал свою дочь замуж за француза и вот же они и дальше да да скупали там вот таким вот образом разную недвижимость офшорными компаниями выводили на вот этого счастливого зятя разные такие вот не пойми откуда добытые средства коррупционные и тут же они ведь прекрасно себя поныне чувствуют на Лазурном берегу что тоже конечно очень досадно хотела бы вот перечисляя их всех поговорить конечно недолго о Валентине Матвиенко которая по-прежнему располагает виллой итальянской о которой было расследование и даже в 2023 году ее сын наркомиллиардер Сергей Матвиенко побывал там и отдохнул хотя казалось бы нужно не пораливать всех их внести в санкционные списки и уж наконец-то арестовать а лучше конфисковать эту недвижимость потому что объяснить происхождение средств на которое она и это могла бы приобрести легальным образом но никак невозможно то же самое следует говорить естественно о ее сыне которого она поставила в руководство банка Санкт-Петербург но этот же поразительный самолетный как это сказать авиационный дебошир которого как правило находили в ну таком пограничном что ли состоянии вот стюарда и стюардессы после того как сотрудники ФСО его тело фактически уже ну безжизненно плюхали значит в кресло салона первого класса и там он просыпался только для того чтобы вытребовать оставшийся алкоголь и значит пускался в обсценную лексику и рукоприкладство в случае если ему отказывали ну после этого ночами конечно Лентина Ивановна потом значит пыталась отмазать сыночка вот от ответственности за всякие такие дебоши но сыночек своих пристрастий не менял он упорно продолжал значит злоупотреблять так сказать маминым авторитетом зная что его она конечно же отмажет из любой неприятности она после таких ночных бдений выглядела конечно всегда сильно помятой будто бы только что вырвалась из страстных объятий и дискуссий своего бойфренда когдашнего Примакова но вот тем не менее несмотря на то что известно также из показаний тех кто занимался логистической поставкой аргентинского кокаина из школы при посольстве что они дескать должны были привести это все непосредственно на Смоленскую площадь оттуда должны были люди вот этого Матвиенко забрать эту поставку представьте себе такой знаете уже как бы мощный организатор такого запрещенного трафика по-прежнему как-то убиривает из подсанкционного режима и вот большой вопрос как же так он бывает там на этой вилле и отдыхает несмотря вот на в общем-то очевидность абсурдности всей этой ситуации я могу предположить что Лензин Иванов бытность конечно губернатором Санкт-Петербурга разводила на большие суммы разных миллиардеров вот в том числе одним из пострадавших является такой венгерский миллиардер вернее уже являлся Демьян Шандер к сожалению его уже нет живых так бы может быть он и припомнил в Антиньеване те 10 миллионов долларов которые она извлекла из него обещая ему построить вот будто бы такую же резиденцию как где-то у него там в Бухаресте но однако конечно все остановилось на этапе проектирования однако деньги куда-то улетучились то же самое можно сказать о ее вечном Ромео который переводит ее всегда на своих самолетах тоже чудесным образом ему наставшийся такой Виталий Южилин вот он получал тоже разнообразные знаете маниловщины такие проекты которые невозможно наверное было даже реализовать то есть то они под него и собирались рыть какие-то невообразимые туннели значит проектировка которых конечно же тоже обходилась бюджету в очень круглые суммы и вот я подозреваю что это и легло в основу ее итальянской виллы ее приобретения но тут я бы вам хотела наверное рассказать еще просто ну вернее так перед тем как я перейду уже таким подробностям леденящим душу хотела бы сказать что есть некоторая при этом знаете поразительная прискипловесть как бы это сказать придирчивость властей например Хорватии к настоящим оппозиционерам и тем кто готовы бороться с путинским режимом вот там такое впечатление как будто тамбовская группировка или даже Вагит Аликперов вместе с компанией как-то вот знаете продавливают какие-то вот ну меры по отношению к настоящим оппозиционерам а вовсе не казнокрадам или тем более экстремистам которых они пытаются в которых их заделать также бы хотела подчеркнуть что власти Сербии вот буквально недавно решили выдворить просто Владимира Валахонского это действительно оппозиционер политик который ну составлял для Путина неприятность и вот понимаете по отношению к нему почему-то власти Сербии решили применить ну всю суровость из всех своих возможных мер и вот ему теперь грозит экстрадиция в морду ну а теперь самые наверное леденящие души подробности значит значит появилось расследование недавно о том что Пригожин ну как вам сказать пользовался услугами ну так скажем не совсем то есть хоть и обеих полов хоть и действительно привозили там ему я говорила об этом в одном по-моему из наших даже эфиров что эти его эксперименты когда он глумился над можно сказать еще детьми длились может быть и недолго но это просто вот совсем омерзением вынуждено рассказать о том что те те встречи которые он там себе организовывал в одном отеле недалеко от Кремля вот они были зачастую с несовершеннолетними девицами которых он носил и вы знаете эти 16-летние девственницы это для него было принципиально они еще беременели и представьте себе что в таких случаях он предоставлял им какие-то существенные суммы денег отправлял их в США чтобы они там рожали ребенка то есть сохранив вот это все будучи изнасилованы то есть представляете это какие-то уже такие уникальные идеи но может он себя каким-то чингисханом конечно мне трудно сказать но дело в том что вот такие барышни они действительно шли на эту сделку потому что он их после этого финансировал и даже более того он таким образом какой-то ноу-хау раскрыл так как родившись на территории Америки они становились на территории Соединенных Штатов становились гражданами США и поэтому вот эти финансовые потоки которыми значит Прихожин там их обеспечивал и собственно говоря фактически делалось держателями некоторых своих активов они меньше привлекали фискальное внимание так как осуществлялись с участием граждан США вот такую схему этот просто поставил на поток и вот таким вот он безобразием занимался вот кое-что теперь вскрылось из-за расследований журналистов ну вот я наверное добавила то что вспомнила из рассказов моего покойного супруга убитого кремлевским мордором Дениса Вороненкова и его ну такого когда-то руководителя Черкесова тоже уже нет в живых однако Черкесов когда-то как-то видимо ну как бы был неприятен ему что ли пригожен и он когда-то слил целиком весь архив своего уголовного дела ну в прессу в свободный доступ ну он это сделал благодаря тому что его жена является владелицей хозяйкой издания Росбалт вот и там появилось значит вот это все уголовное дело ну естественно что у Черкесова был гораздо больше наработан на него массив и в общем вот такие сведения я узнала вот от своего мужа Дениса ну в общем по-моему это чудовищно совершенно просто отвратительно и видите я вот думала еще может быть как-то сомневалась в этом но после того расследования которое прочитала поняла что все-таки они правы и видимо действительно он этим занимался значит что касается зарубежных активов счетов и прочих так сказать возможностей недвижимости и так далее то по так сказать скромным подсчетам до 50% депутатов Государственной Думы обладают вот этими зарубежными активами и до 65% члены Совета Федерации а как же запад загнивающий где нет ни газа ни воды ни света ничего там жить невозможно простите говорю а как же загнивающий запад если у них у всех недвижимость вы знаете очень интересно у них это сочетается вот вы знаете вообще вопиющий пример например есть такая большая любительница Путина Мизулина вот эта Елена Мизулина у нее значит сын который является управляющим партнером юридической компании бельгийской которая защищает права ЛГБТ в то время как Мизулина является ярой просто борчихой значит за так называемые вот эти скрепные традиционные ценности вот какого-то там домостроя пасконного значит патриархата черт знает еще чего дугенщины проханщины вот этого всего обскурентного бреда то есть здесь же можно даже усмотреть в какой-то степени ну как вам сказать ну такой что ли карательный сговор то есть значит она фактически создает невыносимые условия для ЛГБТ они потом уезжают в Европу и там им представьте себе оказывают услуги сын вот этой самой карательной психиатрины то есть получается что знаете такие методы бандитские когда сами же бандиты создают проблему а потом выныривают какие-то другие бандиты и как бы предлагают жертве решить эти проблемы ну вот по-моему здесь что-то похожее у них происходит и вы знаете мне даже кажется не столь важным женился ли в конце концов этот сын Визулиной на сыне упомянутого нами сегодня Фурсенко вот это уже мне кажется детали вторичные производные вот этих вот сынков которые безусловно пользуются всеми коррупционными наработками своих родителей вот схему с этим сыном Визулиной Визулиной и дочь свою в качестве доносчицы тоже определила они там какой-то семейный подряд просто организовали ну мы с вами как-то раз уже говорили про семейство Шайбу про его сына Шеба Сингер мне кажется это что-то среднее между значит он видимо в своем мании грандиозом а не величия он наверное думал себя так назвать царицы Савской потому что Шайба Куин это царица Савская но мне кажется у него получилось что-то ближе к кошачьему корму Шеба не сочтите за рекламу но просто я вот думаю что он все-таки ближе к этим паштетам находится в связи с не то что скромностью своих пока не данных а в связи с полным их отсутствием вот о нем мы как-то уже вспоминали как и о дочери Шайгу которая прорубила лаз в амбар Министерства обороны там подгрызла значит эти мешки с золотом и прочим зерном и оттуда уже как шпагой сражаясь на Виа-Монте Наполеона в Милане и на улице Фубур Сан-Тон-Ре во Франции и в Париже вот вы знаете заправские модницы такие вот которые просто как бы на первые вот мгновения появления коллекции всегда оказывались в нужном месте еще неделю не торопились поехать на эти самые улицы указанные потому что после того как вот эта вот дочь Шайгу вместе со своим бойфрендом фитнес-тренером там побывали делать просто было нечего шаром покатить полки пустовали и ждали новых поступлений вот поэтому заканчивая наверное свое повествование все-таки вернусь к Латвии потому что кроме вот всего того что я перечислила также еще досадным образом хотя и закрытые и пустующие существуют по-прежнему по какой-то причине два санатория один Беларусь называется второй управление делами президента России значит понятное дело что они пустуют но вот мне кажется что было бы вполне логичным значит поскольку все-таки избранным президентом Беларуси является Светлана Тихановская а вот этот узурпатор я не понимаю каким образом может претендовать на какое-либо зарубежное имущество или недвижимость то вот было бы неплохо наверное и белорусским оппозиционерам предоставить возможность там находиться ну и безусловно украинцы могли бы тоже там вынуждена получить крышу над головой и это было бы вполне логично то же самое следует сказать о вот этом вот втором санатории значит управления делами уже России то есть президента России ну как вы сказали террористический консорциум который мне кажется вообще-то говоря уже давно должен был лишиться своего зарубежного актива полностью всего этого к серии недвижимости я думаю это уже давно нужно было передать в пользу Украины и вот это вот один из таких объектов ну и в завершение я только что скажу что Лужков когда-то каким-то непонятным для меня непристижимым образом в Риге открыл дом Москвы вот это тоже непонятно что ну как бы сказать по-прежнему то есть еще как-то функционирует там еще какие-то мероприятия проводят они носят крайне вредный характер потому что там ну как бы вам сказать какие-то проводят мероприятия для там подрастающего поколения количество этим психику можно просто сказать и вот так вот вредоносно воздействуют поэтому еще много чем нам придется заниматься расследуя с вами все еще пока недоработки но в любом случае я считаю что прогресс большой все равно страны Евросоюза Соединенные Штаты Канада вводят санкции я думаю что все нами сегодня перечисленные в конце концов тоже под них безусловно попадут и конечно же лишатся своих вот этих коррупционных награбленных просто активов и имуществ я Мария сейчас занимаюсь проектом называется он лицемеры и как раз в одном из своих выпусков прошлых я разбирала где живут или жили дети кремлевской элиты и многие действительно сейчас вернулись в Россию из-за санкций но все-таки есть и те которые еще живут там себе в Европе я бы хотела вот вы вспоминали уже сегодня этого кремлевского карлика Медведева так вот у него сын он вообще вроде как гражданин США но на него наложили санкции ему там дали 48 часов на то чтобы он выехал из США он вернулся в Россию я даже предлагаю посмотреть короткий фрагмент из этого выпуска и далее немножечко обсудить в Штатах у Ильи был собственный бизнес сеть автозаправок и супермаркетов сам он жил в солнечной Калифорнии ровно до того момента пока США не отозвали трудовую лицензию и не попросили вернуться на родину дали ему на это 48 часов первое что сделал Илья в России нет не поехал на войну хотя боевые навыки у него есть в детстве сыграл отважного героя в Яралаше так вот первое что сын синего гнома сделал по приезду в РФ вступил в партию Единая Россия еще раз тебя поздравляю спасибо вы понимаете эта партия мне действительно не чужая и в текущих услугах я посчитал важным и правильным вступить в ряды Ну вот, вступил он в партию «Единая Россия». А что он там будет делать и что он вообще там делает? Вы знаете, там в семье, в этой вообще хваткой крепкой рукой главной, обладает такая тоже династийная номенклатурщица, в девичестве Линник Светлана Медведева, мама, соответственно, вот этого отпрыска, исчадия, я бы уже сказала, и жена путинской грелки. Значит, тут бы надо было бы тоже сказать, и хорошо, что вы напомнили, что им по-прежнему принадлежит челюсть, правда, какого-то номинала, на котором это всё оформлено, целая винодельня, вот эти виноградники в Италии. И вы понимаете, в общем, всё дело, они по какой-то причине непонятные. Вот это уж, казалось бы, то есть угрожает он всему миру, свои эти злобные апокалиптические твиты, ну, с завидной регулярностью просто происходит. Из своей черепной коробки с пятой вот этими самыми винами. И, казалось бы, уже в отношении такого, ну, одиозного просто карлика, давно бы уже должны были власти Италии подействовать, и всё это, конечно же, конфисковать. Но, видите, досадно недоработка. Я хотела бы сказать, что ему по-прежнему Нидорской почтой доставляют бутылки с этой самой его винодельнией итальянской. Раз уж мы, кстати, заговорили об Италии, коротко ещё скажу, что ударившаяся при приземлении из космоса Терешкова по прозвищу Чайка, тоже обладает апартаментами в Италии, представьте себе. И, казалось бы, ну, вот знаменитый обнуляторша Путина, ну, как бы то, ну, значительная, тоже заметная, скажем так, ну, вот эта страдающая подуча из космоса. И после того, как, видимо, хорошенько этой головой ударилась, вот видите, сколько зла тогда она творила. И при этом тоже, видите, все ещё как-то вот вы и знаете, вместе с твоей дочерью, как-то почему-то ещё до сих пор может побывать вот на этих своих итальянских владениях. Ну, я бы хочу, вернувшись к Медведеву, сказать следующее. Этот, конечно, отпуск, ну, полностью руководим исчадия, как мы договорились, руководим, конечно, своей матерью, которая поняла, что надежд на алкокарлика уже нет никаких, и надо толкать политику вот уже, как сказать, ну, такого наследника, что ли, уже номенклатурного сынка в третьем поколении. Ну, мне кажется, её абсолютная недальновидность, так сказать, просто поражает, потому что до них уже, ну уж точно, в ближайшее время доберутся все виды санкций. И нерукопожатности тотальной. Думаю, что они собой ещё и украсят скамейку подсудимых на трибунале, который будет вскоре организован. Поэтому мне удивительно смотреть на эти её грандиозные маниловские планы. Но, тем не менее, приходится признать, что она пытается ещё и вот заделать политику этого самого сынка. Он тоже владеет какими-то виноградниками, ну, кажется, уже в Сочи. Не знаю, как насчёт как бы пагубного пристрастия, перешло ли оно ему по наследству, но очевидно, что барбатухой вот этой сочинской он периодически, наверное, снабжает отца в те моменты, когда, может быть, заканчиваются поставки Мидовской почты его итальянских вин с его, повторюсь, ещё не арестованного виноградника. Поэтому тут вот в этой части тоже ещё бы хорошо поработать как следует и, в конце концов, добиться уже ощутимых результатов. Ну вот, кстати, я для наших зрителей хочу объяснить, что действительно российские чиновники, они уже давно привыкли жить, по сути, двойной жизнью, двойными стандартами. У некоторых дети имеют двойное гражданство, как вот, например, у сына Медведева, или даже у дочки Лаврова, это тот, который кричит о ненавистных Соединённых Штатах, так его дочь вообще там родилась и выросла, ну, а потом пришлось всё-таки вернуться в Россию. Но это ещё не всё. И там также у Соловьёва учились сыновья в Лондоне, и тоже у него вилла была в кома. Ну, в общем, у всех. Но все они очень сильно против НАТО, против Европы, против США, и вообще загнивающий Запад, и там жить невозможно, потому что санкции только их. Сейчас, как они говорят, санкции коснулись не нас, санкции делают хуже только Европе и США. Ну, друзья, если вы хотите посмотреть, вы можете найти в Ютубе, кстати, это расследование, эти лицемеры, посмотреть о том, где живут эти кремлёвские детишки. Лиза Пескова Францию обожает и говорит о том, что у неё нет чувства гордости за свою родину. Ну, в общем, очень интересно. Мария, вам огромное спасибо, как всегда, за ваши такие детали, за такие эксклюзивные подробности, которых мы, возможно, нигде ещё не слышали, но и за то, что вы нашли для нас время. Я желаю вам хорошего дня и призываю наших зрителей поставить лайки, написать свои комментарии, подписаться на наш канал 24-й и на Ютуб-канал Марии Максаковой. Его вы можете найти в описании под этим видео. Всем спасибо за внимание, желаю хороших новостей и слава Украине! Героям слава!